Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале. Мои коллеги и я, Екатерина Юхнова, расскажем о главных событиях прошедшего дня. Азовский департамент жилищно-коммунального хозяйства возглавил новый директор. 14 ноября – Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают логопеды – специалисты, корректирующие дефекты речи. На очередной планерке жилищно-коммунального хозяйства представили нового директора департамента ЖКХ, а также обсудили ряд актуальных проблем. В департаменте жилищно-коммунального хозяйства произошли кадровые изменения. На место директора назначен Юрий Коробко, который более 10 лет активно участвует в жизни города. В частности, возглавляет муниципальное предприятие «Ритуал». На текущей неделе ожидаются дожди, поэтому один из основных вопросов касался расчистки ревневок. За прошедший месяц выполнены работы по улице Красногоровской, Ломоносова и Кваши. Но некоторые районы города продолжают страдать от сезонных подтоплений во время осадков. Проведены и оплачены работы по устройству тротуаров по улице Ленинградская от дома 267 до переулка Павлова. Также устройство тротуара по улице Ленинградской от улицы Чехова до дома номер 39 и устройство тротуара по улице Ленинградской от дома номер 39 до бульвара Петровского. Инвалидам по зрению станет легче передвигаться в центре в следующем году. Наконец заключен контракт по укладке тактильной плитки на перекрестках Московской и Калантаевской, а также Мира и Социалистической. В рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда» подрядная организация «Спецстрой» продолжает благоустройство сквера летчиков. Подрядной организацией «Триоспецстрой» продолжаются работы по благоустройству сквера. На текущий период завершены все демонтажные работы, продолжаются работы по обустройству тротуарной плитки. Также проведены работы по установке столбового освещения, подведены кабели. Освещение проверенное, запущенное. Сейчас проводятся работы по бетонированию площадки вдоль памятника. Вчера была залита эта площадка. Проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов осложняются осенними уборочными работами. Большое количество опавшей листвы и веток образуют свалочные очаги. Контейнерные площадки, именно контейнера для ТКО вывозятся ежедневно. Существует проблема с навалами веток, листвы, которые располагаются рядом с контейнерными площадками, потому как для уборки требуется отдельный вид техники. Соответственно, если это делает машина, которая вывозит ТКО, это занимает время, сбиваются графики. Поэтому мы прорабатываем вопрос с населением, с управляющими компаниями, для того, чтобы как-то это привести в порядок, упорядочить, потому что фактически ежедневно с территории только города выводится более 500 кубометров. Населению настоятельно рекомендуют собирать листву в мешки, а ветки распиливать на части не более метра и связывать. Это значительно упростит работу сотрудников организации «Экоград-Н» и не собьет график вывоза мусора. Ольга Сманова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. Ежегодно 14 ноября, начиная с 1991 года, отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Эта дата была выбрана не случайно. В 1891 году в этот день родился канадский врач и физиолог, лауреат Нобелевской премии Фредерик Бантинг, который вместе со своим ассистентом Чарльзом Бестом изобрели инсулин – лекарство, спасающее жизнь людям, больным диабетом. Изобретение инсулина – это величайшее открытие, которое помогает миллионам людей на планете жить нормальной жизнью. О том, как распознать и взять под контроль этот недуг, узнали наши корреспонденты. Долгие века люди не знали, каким методом бороться с болезнью сахарный диабет. Ведь поставленный врачом диагноз был равносилен смертному приговору и обрекал человека на медленное угасание. В наше время это заболевание также неизлечимо. Но благодаря инсулину люди научились контролировать этот недуг. Всего существует два типа сахарного диабета. Первый тип сахарного диабета – инсулинозависимый. Он характеризуется полной деструкцией, то есть разрушением бета-клеток поджелудочной железы, которые, собственно, и вырабатывают гормон инсулин. В этом кардинальное отличие от диабета второго типа. То есть при диабете второго типа может быть деструкция клеток, но частичная. Может быть нечувствительность других клеток ткани к вырабатываемому инсулину. То есть это такие кардинальные различия между первым и вторым типом. Существуют определенные риски развития сахарного диабета. Это наследственный фактор, ожирение, малоподвижный образ жизни и стрессы. Для того, чтобы выявить это заболевание, необходимо проходить профилактические осмотры. Касательно выявления. Сейчас существуют различные методы диагностики. В первую очередь это общий анализ крови, биохимический анализ крови, в котором определяется уровень глюкозы. Показатели диабета – это уровень глюкозы более 7 мм, это натощак, и через 2 часа после еды более 11,1 мм. Либо же больше, эта цифра может быть значительно выше. Помимо сахарного диабета первого и второго типов, существует преддиабет, который необходимо вовремя остановить. Это показатели уровня глюкозы, которые еще не дотягивают, скажем так, до цифры, по которой мы уже устанавливаем сахарный диабет второго типа, например. Но они являются уже предиктором к этому. Вот важно на этом этапе пациентам рекомендовать диеты, активный образ жизни. То есть мы это все обсуждаем на консультациях, все подробно расписывается, обговаривается. В случае обнаружения у пациента завышенного уровня глюкозы в крови необходимо записаться к узкому специалисту. Что важно? Если диабет все же установили, первое, для пациента должна быть диета. Все это обговаривается подробно. Лечение. Сейчас, к счастью, существует множество вариантов лечения. Первый тип лечится инсулиновыми препаратами, то есть инъекционно. Второй тип таблетированными препаратами. И, конечно же, диета. И там, и там на первом месте. Плюс активный, подвижный образ жизни. Еще немаловажный момент – это контроль гликемии. Все пациенты с диабетом должны иметь глюкометры и контролировать уровень глюкозы в крови, записывая это в дневник самоконтроля. У нас есть показатели венозной крови и капиллярной. В венозной крови менее 6,1 ммл, в капиллярной менее 5,1 ммл. Это важно. При диабете показатель в венозной крови более 6,1 ммл. В венозной крови, в капиллярной крови более 5,1 ммл выше этого показателя. Натощак и более 11,1 через 2 часа после еды. Вот такие вот показатели. Если у пациента, не страдающего сахарным диабетом, при сдаче крови обнаружен завышенный уровень глюкозы, переживать не стоит. Сразу ставить диагноз врач не будет. Необходимо повторно сдать анализ и правильно к нему подготовиться. Для этого существует, первое, это биохимический анализ крови. То есть там просто отображается уровень глюкозы. И очень важный показатель – это определение уровня гликированного гемоглобина. Что это за показатель? Мы его всегда рекомендуем сдавать каждые 3 месяца всем пациентам с диабетом, либо же при установлении факта диабета. Этот показатель отображает средний уровень глюкозы за предыдущие 3 месяца. Сахарный диабет – это не приговор. Все зависит от того, на каком этапе и в какой стадии он был выявлен. И здесь вам поможет профессиональный взгляд специалиста. Самое главное – вовремя к нему обратиться. Обращаясь к жителям нашего города, я хочу сказать – важно не запускать свое здоровье. Своевременно обращаться к докторам. Существует сейчас огромный арсенал лабораторной диагностики. Доктора вас проконсультируют, все расскажут. Я желаю вам здоровья, благополучия. Любите себя, своих близких, заботьтесь и никогда не забывайте о здоровье. Это самое главное, что у нас есть в жизни. Ивана Пажельцева, Юрий Бабенко, Азов.Инфо В современном мире достаточно широк спектр речевых нарушений у детей и взрослых. Поэтому всем нужна помощь такого специалиста, как логопед, для выявления, предупреждения и коррекции нарушений речи. С какими проблемами сталкиваются логопеды сегодня – сюжет Иваны Пажельцевой. Современный мир требует человека умение изъясняться понятно, красиво и выразительно. И этому нас учат с детства. К сожалению, не у всех детей в раннем возрасте получается правильно произносить звуки. И здесь на помощь приходит логопед. Год от года увеличивается количество детей с нарушениями речи. И не только с нарушениями, но стали появляться дети с более тяжелыми проблемами. Тяжелые нарушения речи сопровождают детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, с расстройством аутистического спектра. И задача родителей, конечно, обратиться к логопеду как можно раньше. Причины нарушения речи у ребенка могут быть разными. Родовая травма, гипоксия, инфекция во время беременности у матери, а также послеродовые последствия. Но многое может зависеть и от воспитания. Родители для ребенка – пример для подражания не только с моральной точки зрения, но и речевой. Очень часто мы видим гиперопеку, когда родители не дают высказаться ребенку, выполняют все его желания с первой буквы даже или просто с жеста, стараются ему дать все, что он хочет, тем самым не давая развиваться его речевой активности. Или еще есть такие проблемы сейчас у нас в современном мире – это гаджеты, раннее использование телефонов, планшетов, также влияет на развитие речи ребенка. Не допускается сюсюканье с ребенком, потому что ребенок неправильно слышит звуки речи, и от этого у него тоже нарушается произношение. У родителей часто возникает вопрос, во сколько лет необходимо обращаться к логопеду. Но не стоит забывать, что здесь все индивидуально. Существуют определенные возрастные показатели. Вы еще должны обязательно обращать внимание на развитие речи ребенка с раннего возраста. То есть у него должен присутствовать лепет, гуление, к году должны появляться первые короткие слова, в год и два ребенок должен уже говорить короткими фразами, произносить. К полутора годам у ребенка должно быть уже простое предложение, и к двум годам, как я уже говорила, должна быть фразовая речь. Чтобы не допустить речевых нарушений у ребенка, необходимо заниматься профилактикой. Выполнение артикуляционной гимнастики, развитие общей и мелкой моторики, выработка правильного физиологического дыхания – это тот минимум, который необходимо выполнять дома. Но, несмотря на это, бывают случаи, когда ребенок долго не произносит букву «Р», и родители бьют тревогу. Речь у ребенка развивается до пяти лет, и звук «Р» может появиться самостоятельно в шесть и в семь лет. Можно, конечно, обратиться на консультацию логопеда. Но если вы заметили, что этот звук искажен, то есть он произносится горлом, тогда, конечно, необходимо проконсультироваться у специалиста. На базе Центра содействия для родителей регулярно проходит территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. На которой специалисты определяют программу для ребенка, нуждающегося в помощи. Логопед должен обладать такими качествами, как любовь к детям, вера в ребенка, и надежда на то, что все проблемы речевые будут скомпенсированы. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить сегодня всех своих коллег с Международным Днем Логопеда. Желаю четких звуков речи, желаю вдохновения, желаю счастья в этой жизни, желаю профессиональных достижений и приносить радость окружающим людям. Екатерина Четверикова, Ивана Пажельцева, Владимир Чекунов, Азов.Инфо На сегодня это все, впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами и желаю хорошего завершения рабочего дня вместе с пятым каналом. Увидимся завтра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Атмосферное давление 753 мм рт. ст. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова